Здравствуйте, зрители моего канала. Сегодня у нас видео-болталка обо всем понемногу. Не думаю, что будет кому-то интересно видео по 5-10 минут, поэтому сразу просто предупреждаю сегодня обо всем понемножку. Первое, о чем мы поговорим, это парфюмерная полочка, те ароматы, которыми я пользуюсь сейчас на данный момент. Второе, это пополнение моей парфюмерной коллекции. Третье, я уже давно не разговаривала об уходовой и декоративной косметике. У меня есть покупки в этих категориях, и я хотела ими с вами поделиться. Ну и последнее, последнее, наверное, будут книги. Вот, посмотрим по времени как. Ну давайте начнем с самого простого, чем я пользуюсь сейчас, если мы говорим о категории парфюмерия. Первое, это ароматы природы от Bracard. Я их использую в качестве ароматизации помещения. Моими фаворитами являются черная смородина, мята, мимоза и тюльпан. Новинки прошлого года, липовый цвет и флоксы, ландыши и кислица, по-моему, я тоже их купила. Пока пользуюсь липовым цветом и флоксами. Я одним флаконом пользуюсь до тех пор, пока не дойду до донышка. Поэтому, ну, можете считать, что перед вами пустышка этого года, потому что половину я уже использовала. Здесь, конечно, наверное, как и все, я ждала больше липового цвета, но, к сожалению, здесь больше ароматов флоксов. Но очень такого натурального аромата, очень реалистичного аромата. И поэтому, если вам нравятся флоксы, то можете попробовать данный аромат. Здесь это очень довольно вкусно. Ароматы, конечно, эти монотонные, не изменяются, но вот в качестве ароматизации помещения мне очень нравится. Аромат, который я использую в качестве домашнего аромата, это Avon Viva La Vita. Это, наверное, единственный аромат от Avon, не, наверное, точно, который остался у меня в коллекции. Остался благодаря тому, что здесь очень красивая мимоза, в обрамлении таких кисленьких чуть яблочек. И мне понравилась стойкость аромата, потому что на коже, когда я его просто тестировала сначала, он остался довольно интенсивным в течение, наверное, суток, что меня очень поразило в его стойкости. Я сейчас разнашивала дома, не сказала, чтобы прям я была в таком хорошем восторге от него, чтобы задублить или выкулить его на улицу куда-нибудь, вне помещения домашнего. Но в качестве домашнего аромата он меня пока вполне устраивает. По нотам здесь у нас яблоко, грейпфрукт, мандарин, магнолия, мимоза, роза, сандал, кашмиран и ваниль. Для меня очень хорошо звучит здесь мимоза, и поэтому пока этот аромат находится в моей коллекции. А вот аромат, с которым я выхожу из дома, или в котором я выхожу из дома, это аромат из серии Evidence, Evidence Intense и Фраше. Здесь зашел у нас как-то в группе в болталке разговор, что аромат изменился, он как будто разбавленный. Если честно, я его затестила, когда он только пришел, и мне показалось вот по верхам, что аромат точно такой же, как был в прошлом оформлении, в прошлом дизайне, старом. Вот. Ну а раз зашел такой разговор, я решила, что надо его поносить, протестировать. Дальше вдруг действительно есть какие-то изменения. Если честно, изменения я почувствовала, но для меня эти изменения являются плюсом, а не минусом. Я объясню почему. У меня были все ароматы линейки Evidence, и я практически не смогла их носить, кроме Intense. Intense, он с пролине, и он как-то более сладкий, чем вся остальная линейка. Ну вот, Intense и Mono Evidence, вот, они вот как-то остались в моей коллекции. Все остальное я продала, потому что, если брать классический аромат Evidence, у него есть такая свербящая вот эта нотка, которая мне мешает, и которая дает мне ощущение не парфюмированной воды, а вот одеколона. И вот эта вот нотка, она, как бы, знаете, является связующей между классической версией Intense, тоже свербящая нотка это была, и в туалетной версии она была, и в духах. И она мне всегда мешала. Просто где-то она более интенсивная, где-то более слаб же сручит. И в Intense я в прошлом году флакон относила, но дозированно, потому что все-таки эта свербящая нотка, хоть она и подслащена, вот, за счет пролине, она все равно в носу, вот, ну вот мешала по ощущениям, как будто свербит что-то. А тут я взяла Intense, вот сейчас, вот тут видно уже, как я его относила. Я наношу два распыления, и обновлять аромат не нужен. То есть стойкость здесь не изменилась. На следующий день вполне звучит на одежде, еще думаешь, обновить аромат или не надо, или это уже будет перебор. По тому, как он звучит через какое-то время, аромат изменился, потому что сейчас я заметила, что он больше звучит ароматом розы, очень сладкой, очень сладкая роза. Это вот не первое ощущение при распылении, а вот я пришла на работу в этом аромате, да, переоделась на утро, возвращаясь в ту одежду, в которую я пришла, аромат чувствуется, аромат довольно интенсивный, я даже не делаю отливантов, потому что не нуждаюсь в том, чтобы обновлять аромат в течение дня. И я шла на работу, и на улице чувствует себя аромат сладкой розы, очень сладкой, даже приторной розы. Поэтому, когда девочки говорят, что не слышат в нем сладости, вот сейчас переразлили для меня удивительно. Но, чего здесь нет, вот сейчас, в данном аромате, может, пока он свежий разлив, или еще что-то, или когда настоится. Но это же была фишка именно вот этих эвиденсов, ароматов, в том, что вот была вот эта вот нотка, такая свербящая. Действительно, она отсутствует. Аромат стал для меня мягче и носибельнее. То есть, я его сейчас ношу, делаю не одно распыление, как в интенс, в старом дизайне, а два распыления. И я хожу, и меня ничего не растражает. Вот, что я заметила. Наверное, вот именно вот эти изменения девушки и засчитывают, как разбавленный аромат, как будто он сильно изменился и не такой. Возможно, да, по ощущениям, тем, кому нравится классический эвиденс, ароматы, наверное, звучат по-другому. Кстати, в новом полугодовом бланке и фроше, я могу в инфобоксе вам оставить номер бланка, проходит новинка, как она называется, L'Evidence, да, в 100 мл. Проходит Mon Evidence в новом дизайне. Я сделала два заказа, заказала и тот, и другой парфюм. Вот, если вам надо, то можете тоже сделать эти заказы. Номер бланка нового полугодового я вам оставлю в инфобоксе. Если, девочки, вдруг поспешу и забуду, вы меня оттолкните, напишу в закрепленном комментарии. Пополнение в парфюмерной коллекции. Так, первое. Это аромат от Fragrance Vault, арабская парфюмерия в объеме 100 мл. Я сейчас не прочитаю правильно, как это звучит. Аромат вы видите. Это парфюм в направлении Mon Guerlain Intense. По оформлению, по звучанию, по нотам. Вот, он все напоминает именно этот парфюм от Guerlain. Вот такая вот коробочка. Он у меня лежал в закладках на Valberis очень давно. Очень давно. Я его, как увидела, сразу положила в закладки. Но я боялась там ноту лаванды. И я сомневалась, нужен мне аромат или нет. Потому что, ну, знаете, 100 мл это не 30 и не 50. Пока я думала, аромат купила Женя. У нее канал парфюмерной истории, по-моему, называется. Она делает обзоры на парфюмы и распивы парфюмов. И она получила и купила этот парфюм, сделала на него обзор. И я опять сижу, думаю, сомневаюсь, потому что очень интенсивная нота лаванды. Можно было купить на распив. Но пока я думала и гадала, у Жени вышла новость, что она продает остатки во флаконе за 600 рублей. В закладках у меня этот парфюм лежал, он стоил 1500 с копейками. В общем, около 1600. Сейчас я смотрю, цену на него опустили. Снизили, неправильно сказала. И он стоит 1180 рублей. Когда я получила этот данный парфюм, у меня было желание пока он за 1000 рублей задублить его. Сейчас не знаю, думаю, стоит покупать или нет. Потому что, мне кажется, вот этого парфюма, вот этих остатков будет достаточно. В общем, парфюм мне вышел за 600 рублей. Вот. Ну, по той цене, что у меня лежала в избранном Навальберис, я, получается, экономлю 1000 и могу познакомиться с парфюмом в оригинальном флаконе. Флакон, как вы видите, полностью повторяет прародителя. Даже вот это, это не бумага, это фольга или железо, не знаю. Очень красивое оформление. Он меня этим и привлекал. Что у нас здесь? По нотам, по нотам. Лаванда, бергамот, ирис, жасмин, роза, ваниль, кумарин, сандал, лакрица, бензоин и пачули. Так вот. Аромат очень красивый. Очень красивый. Здесь такая лаванда. Жасмин. Очень сладкий. Лакрица. Очень интенсивный. Даже в какой-то момент, знаете, что он мне вот этой интенсивностью жасмина и сладостью напомнил? Аромат и мюблер. Очень так вкусно, очень интенсивно, очень напористо, очень диффузно. Шлейф такой. Просто шикарный аромат. Но нужно понимать, что это очень сладко. Это очень напористо. То есть, это не тихий аромат. Это такой, вы знаете, аромат громко заявляет о себе, что вот он, я здесь. Когда я дала обонять этот парфюм, сын, он мне сказал, пахнет очень вкусно вишней. Действительно напоминает платье от Герлен. Вот этой вишневостью. Аромат шикарный. Если вы что-то любите в таком направлении, если вам нравятся интенсивные ароматы, он вам пойдет. Он вам понравится. Аромат шикарный. В нем нет простых нот. В нем все звучит гармонично. Никогда не скажешь, что этот парфюм стоит там бюджетно в районе тысячи полторы. Никогда не скажешь. Мне кажется, никто не поймет. Он на одежде остается очень долго. Очень долго. Здесь буквально одно-два распыления и все, больше никак. Конечно, я его немножко поносила, потестировала, только потому, что у нас утром и вечером еще морозная погода. Он, естественно, ни на весну, ни на лето. Это осень-зима. Но аромат безумно красив. Я, если честно, я вот понимаю, что вот здесь вот осталось, ну, наверное, 50 все-таки миллилитров. Может быть, чуть меньше, потому что ниже трубочки. Но если это использовать осенью-зимой по одному-по два распыления, то этих остатков может хватить надолго. Но честно, из-за того, что красиво звучит данный аромат, мне хочется его задублить, пока он стоит тысячу рублей. Ссылку я вам оставлю, если вдруг кому-то что-то надо. По поводу того, потому что вопросы будут, похожий ли он на Монгерлен Интенс, я вам скажу так. Если прям вот проводить сравнение, вы найдете отличия. Потому что здесь и Мюглер напоминает, Джасмином, но и Монгерлен Интенс тоже немножко в ту сторону. И Герленовское платье напоминает. Я бы не сказала, что прям стопроцентный аналог. Скорее, я бы его как бы рассматривала как отдельный парфюм. Но очень красивый. Если вам нравятся интенсивные парфюмы, это сюда. Следующее пополнение это Шансито. Нежная вода от Новой Зари. Дух Духов, это значит, что парфюм выполнен в направлении какого-то известного парфюма. В данном случае все Шансито это у нас в направлении Шанели. Я тестировала все Шансито в бутике. У нас есть бутик, нам повезло. И из всех мне понравилась именно вот эта Шансито, Аквадольче. Или нежная вода. Я именно ее хотела вот в таком вот исполнении, чтобы она по оформлению напоминала про родителя. И что я хочу сказать. Я ее пару дней поносила дома. Вы видите расход. И сейчас поставлю ее отстаиваться, как любую воду от Новой Зари. Мои впечатления на данный момент, что я здесь не различаю ни одной ноты. Вообще, для меня на данном этапе это сладкая водичка. Звучит вкусно, звучит сладко. Но какие-то ноты из нее вычленить невозможно. По стойкости. Ну, я делала три распыления, чтобы аромат чувствовать из себя. Но на следующий день от платья домашнего аромат ощущался. Но расход все равно, вы видите, какой. Потому что, чтобы его прям почувствовать на себе. Хоть какую-то сладость, хоть вообще что-то. Его пришлось распылять по три раза. Что у нас с шанситой? Так, где она у меня? Грейпфрут, айва, гиацинт, фиалковый корень, жасмин, амбра, мускус и кедр. Вот. Не слышу ничего. Вообще, не могу вычленить ни одной ноты абсолютно. Абсолютно сказать, что вы знаете, как в других ароматах. Например, как Лан Ван, это Эклад. Господи, что сказала? Эклад от Лан Ван. Да. Заговариваться уже начинаю. Что там, вот, например, звучит как бело-цветочный какой-то букет. Все цельное такое. Здесь звучит просто как сладкая вода. Я решила его оставить на пару месяцев в коробке, чтобы он постоял и, возможно, он к лету начнет звучать как-то по-другому. Возможно, не знаю. Ну, в общем, как любой аромат новой зари, его лучше оставить в покое на какое-то время. Так, теперь следующее, что у нас, это уходовая косметика. Об уходовой косметике я очень давно не говорила, но у меня... Я вообще хочу снять отдельное видео про уходовую косметику свою и отдельное видео про декоративную косметику. Но пока покажу вам просто покупки. Значит, я на постоянной основе пользуюсь тоником для лица гидролата растений от индекса натуральности. Вообще, раньше я пользовалась водами для рожь там. Очень они мне нравились в качестве освежения лица, увлажнения. Особенно летом и когда у нас отопительный сезон. Из индекса натуральности у меня остался только вот этот тоник. И я его использую именно как гидролат. Гидролат и растений. Он не тонизирует, он не может заменить полноценно тоник. Но для того, чтобы придать свежести и увлажнению лицу, вполне его можно использовать, что я и делаю. Единственное, я его не храню вот в таком большом бутыле на столе, потому что он, я заметила, как и умывалка, может просто, ну как сказать, искажаться, протухать. Потому что это натуральная косметика. Я его переливаю вот в такой небольшой флакончик. Это у меня остался от крымской розы. Что ты кричишь? Ну что ты кричишь? Настырное создание. Я его приглашала на начало съемки. Он отказался. Вот сейчас просто сам открыл дверь и зашел. В общем, этот тоник для лица или гидролаты я переливаю вот в такой вот флакончик от крымской розы. Гидролат розы. Он у меня стоит на столе. После умывания я всегда им пользуюсь. Мне очень нравится. После него уже использую тоник, сыворотку, крем и так далее. Весь вот этот рутинный уход. Он мне нравится. И поэтому я его добавляю всегда в свой уход. И, ну, больше от индекса натуральности ничего не использую. Здесь в составе гидролат розы, гидролат липы, гидролат календулы, гидролат ромашки, гидролат березы. Придает увлажнение и свежесть. Единственное, что я не рекомендовала его бы хранить на прямых там солнечных лучах. Вообще, он у меня хранится в шкафу, в запасах. Так, чтобы на него ничего не попадало. Следующее, это тоники. Я уже как-то показывала вот этот вот гиалуроновый тоник для лица увлажняющий. Он мне очень нравится. Если у вас тоже сухая кожа, обезвоженная и очень чувствительная, то, наверное, это самый лучший бюджетный тоник из всех, что я пробовала. Я таких баночек уже использовала просто несколько штук. Очень хорошо увлажняет, очень хорошо тонизирует. Вообще, очень замечательное средство. Я покупаю его на сайте совместных закупок. Он выходит около 100 рублей. Но он у меня на постоянной основе, потому что, если я пользуюсь чем-то еще, вот, то вдруг, если мне тот тоник новый не подойдет, то я сразу возвращаюсь к этому тонику, чтобы исправить погрешности предыдущего. Вдруг, если что-то пойдет не так. Он очень хорошо освежает кожу, тонизирует, убирает вот эти шелушения, все уходят. Вообще, замечательно. В этот раз из белорусской уходовой косметики решила попробовать вот такой тоник ультрамягкий для сухой чувствительной кожи. Тоже он недорогой. Я еще до него не дошла. Но мне очень нравится его аромат. Так, что он делает? Удаляет остатки очищающего средства, нормализует PH уровень кожи, тонизирует, увлажняет, питает, и обладает успокаивающим действием. Что самое главное, он без спирта. Это белорусская уходовая косметика. Я без тоников вообще не могу. У меня на постоянной основе вот гидролат, вот этот, потом идут тоники. Так, еще на постоянной основе я беру вот такое гидрофильное гель масло для умывания от Комплимент. Я попробовала все виды и новинки тоже. У меня есть свои фавориты для чувствительной кожи, для зрелой кожи, и еще какой-то там, три вида, в общем. У меня всегда одно гидрофильное масло в использовании, другое находится в запасах, чтобы оно долго не стояло, и срок годности его меня не поджимал. Мне очень нравится, оно не сушит кожу, хорошо убирает там макияж. Мицеллярной воды практически никогда не надо, но и у меня макияж как бы не водостойкий обычный. В данном гидрофильном масле у меня иланг-иланг, лаванда, роза, лесной орех, жажаба, витамины А и Е. Вот эти вот средства, тоник и гель-масло я покупаю на сайте совместных закупок, потому что выходит дешевле из доставки, с оргсборами, все равно выходит дешевле, чем покупать, например, на Вальберис. А вот индекс натуральности покупаю всегда на Вальберис, потому что, по-моему, больше это нигде не купить, у нас он больше нигде не представлен. Еще из белорусской уходовой косметики решила попробовать вот такие сыворотки. Я их беру в первый раз. Это мгновенный лифтинг и лифтинг-сыворотка с чем-то там. Еще их не пробовала, просто взяла, потому что была акция скидочная. Срок годности здесь у них хороший. Вот до 25-го года. Это просто была какая-то акция, и я взяла по акции, потому что тоники, сыворотки, я без них в своем уходе не могу, а они уходят довольно быстро и расходуются тоже быстро. Поэтому у меня всегда они стоят в запасе, чтобы я не думала, чем я буду пользоваться в следующий раз. Взяла в первый раз, потому что я видела их в первый раз. Но вот хочу попробовать, посмотрю, хорошие они или нет. В группе девушка выкладывала акцию Ривгош, и я решила в ней поучаствовать. Почему? Потому что в последнем боксе, который я брала от фармакосметики, у меня от того бокса остался вот этот вот крем ночной, абсолютное восстановление. И я думала, что нужно еще что-то где-то купить, потому что, чтобы не использовать только, как сказать, один ночной крем, а чтобы была полная, полная линейка в использовании, тогда как бы получается, что уход более-менее полный получается. Не люблю, когда вот сильно разрозненное там использование идет, там крем-тоник с одной линейки, крем с другой линейки, там сыворотка вообще непонятно откуда. Мне нравится все-таки использовать, когда оно все идет вместе, или какие-то базовые средства идут вместе, там крем для глаз, крем для лица, например, вот так вот. Здесь получилось так, что я взяла всю линейку в Рив Гош вместе с подарками для ухода, чем буду с удовольствием пользоваться, когда закончится тот уход, который у меня есть на данный момент. Итак, с бьюти бокса предыдущего у меня остался вот этот крем ночной, абсолютное восстановление. И по акции в Рив Гош я взяла, так, ну, во-первых, я взяла тоник. Вот, потому что уход начинаем после очищения и гидролатов с тоника. Я взяла успокаивающий тоник для сухой чувствительной кожи в объеме 200 мл. Тоником буду пользоваться в первый раз, потому что в бьюти боксах попадаются крема, попадаются сыворотки, а тоник вот как-то мне ни разу не попадался, поэтому тоником я буду пользоваться в первый раз. Он-то у нас содержит, что талую воду, альпийских ледников, экстракт из сопа и провитамин В5 для эффективного увлажнения и защиты кожи. Так, купила я тоник. Так, взяла сыворотку. А сыворотки, сыворотка лифтинг экспресс СОС. Видимо, эффект через 5 минут продлится 5 часов. Сыворотки тоже в бьюти боксах как-то попадались. В принципе, я, как бы, они мне нравятся, и я ими пользовалась. Не помню, чтобы что-то пошло на выброс, например, потому что когда вот средство не подходит, и оно уже открыто, и его никому не отдашь. И поэтому, ну, приходится просто выкидывать, если не подошло. Этими сыворотками и кремами я пользуюсь. Значит, тоник, сыворотка. И взяла дневной крем. Дневной крем взяла антивозрастной. Что он у нас тут делает? Восстанавливает, повышает эластичность кожи, эффективно сокращает глубокие мощи, но устраняет тусклый цвет листца, содержит СПФ фильтры, вот, борется с возрастными изменениями кожи, устраняет дряблость, уменьшает следы пигментации и снимает отечность. Здесь, конечно, написано про морщины, но я вам хочу сказать так, если морщины уже появились, то мазать крем абсолютно бесполезно, чтобы что-то с этим сделать. Но для профилактики вполне пойдет. Значит, вот такая покупка была. Покупка была на 1600. И в качестве подарков что добавлялось? В качестве подарка добавлялся крем вокруг глаз. Абсолютное увлажнение. Причем, знаете, я здесь, чтобы сроки годности вполне хорошие. То есть, когда вот много подарков идет, всегда возникает вопрос, а что же со сроками годности? Здесь со сроками годности все хорошо. Значит, крем для кожи вокруг глаз в объеме 15 мл. Добавилась маска для лица, матирующая и сужающая поры, глиняная маска. Одну планирую оставить в использовании у себя дома, другую отдам сестре. И добавлялся от полутора тысяч. Вот такой вот набор косметический. Здесь тоже маска глубокого действия, крем вокруг глаз, гель алоэ вера для рук и тела. Тут со сроками годности тоже все в порядке. Крем для контура глаз. Прямо запасики теперь радуют, потому что... Ну, крем для контура глаз это вот такая больная тема, потому что не все подходит и не все нравится. Попробуем это. Вторая маска для лица. Ой, это не то. Где эта маска для лица? Вот. Здесь она с русским переводом, а здесь она с наклеенным русификатором. Вот. А сроки годности у них одинаковые. До апреля 2025 года. Сюда поставлю. Я одну дам сестре, одну оставлю себе, потому что я просто ее не использую всю. Не успею я использовать две маски. И вот такой гель. Гель у них я вижу в первый раз. Это гель алоэ вера для рук и тела. Вообще, гель алоэ вера от Ифраше я использовала после загара на пляже. В пляжный сезон. Здесь срок у нас годности до декабря 2025 года. Я, наверное, оставлю его как раз вот для лета. После пляжа. Он интенсивно увлажняет, успокаивает, питает кожу, поддерживает регенерацию, дарит упругость кожи рук и тела, легко впитывается. Вот от Ифраше, вот это молочко для тела с алоэ, я почему-то его уже давно не вижу. Или его вывели уже, или что. Его даже в каталогах-то уже нет. Но на пляжный сезон он был вообще хорош. После пляжа, после солнца, знаете, нанесешь на себя, и все, и загар такой ровный, и кожа успокаивается. Прям замечательно было. Но вот сейчас оставлю вот этот, и буду пользоваться им. До лета он как раз достоит. Ну, в общем, вот такая акция была. Акция по мне так очень хороша. Если вам нравится эта косметика уходовая, если вы ей пользуетесь, вот я, например, пользуюсь, ничего криминального в ней я не вижу. Вот. Но пока, девочки, знаете, там фукали-фукали, как всегда в группе, да ну, да ерунда, да и так далее. Сначала закончились миниатюры, вот эти перестали добавляться. Ну, как миниатюры, тоже вот назвали их миниатюрами, они полноразмерные. Закончился сначала набор, он уже не добавлялся, а потом уже и подарки не добавлялись. То есть акция продержалась, ну, где-то минут 20. Вот. Пока там в группе все фукали-фукали, я пошла заказала. Так, из декоративной косметики. Вообще, крашусь я очень редко, но иногда. Декоративная косметика все равно у меня присутствует, и как-нибудь сниму отдельное видео. Давно заприметила вот эту палетку от Vivienne Sabo, и вы знаете, решила все-таки взять. Сначала думала, зачем, если ты толком не красишься, у тебя полно всего, и вот Vivienne Sabo тоже. А потом, знаете, вот как-то пожалела, что не взяла праймер от Vivienne Sabo, который мне понравился, я его тестировала в магнит-косметик, а сейчас этой линейки нет, ее сняли с производства. И я решила, я возьму эту палетку, пока ее не сняли с производства. Вот понравилось, надо брать, надо себя радовать, девочки. Полно, не полно, женские радости они такие. Так, давайте. Я ее взяла, хотела сначала взять, знаете, где? На сайте совместных закупок. Потом посчитала 40 сборами, с доставкой, не знаю, вам видно вообще что-нибудь, нет? С доставкой у меня получилась та же цена, что и в магнит-косметике. В магнит-косметик я пропустила, когда были скидки, и она выходила за 500 рублей. Ну, вроде что-то видно, да? Вот. И взяла, в конце концов, в Альберисе, потому что там она стоила 400 рублей. Ну, как-то вот 700 рублей за эту палетку, за Vivienne Sabo как-то того. А вот 400 рублей, мне кажется, вполне. Ну, в принципе, она неплохая. Вот. Там два оттенка. Есть потяжелее, но я вот выбрала вот этот, по-моему, это первый. Да, 0,1 она. Пудровая палетка для скульптурирования лица. В принципе, мне нравится. Мне нравится у Vivienne Sabo вот эти вот штучки. Скульптор, румяна, хайлайтеры. У меня была палетка. Сейчас я ее достану, она близко. Я уже ее задублила. Вот такую одну палетку я использовала полностью. Вообще полностью. И как-то хотела задублить. У меня не получалось. Их все не было в наличии. И вот когда поймала, я ее взяла. В старом-старом видео, когда у меня был Project Pen про пустые дырочки, законченные баночки, как это все называется, я закончила тогда вот этот хайлайтер и вот этот скульптор. У меня здесь вообще ничего не оставалось. Вот. И я решила взять эту палетку. Вообще эта палетка, она удобна, если брать ее с собой. Вот. Она удобна. Но когда вот это все набираешь, вот эти вот разъемы, они очень маленькие. И периодически кисточкой залазишь в другой отверстие, в другой разъем, в общем, в другой рефил. Вот. И я решила взять вот эту палетку. Она мне понравилась. Она мне понравилась в магнит косметик. Я на нее долго смотрела. Потом сижу такая, думаю, что ты на нее долго смотришь. Снимут как праймер с производства. Ну и все на этом. И не будет того, что ты хотела попробовать, то, что тебе понравилось. Ну и плюсы так стимулируют тому, что когда новинка появилась, хочется сделать себе макияж и пользоваться косметикой. А так, конечно, лежит все. Я не использую. Но я думаю, что в ближайшее время я сниму видео о том, что у меня в уходовой декоративной косметике, потому что этой теме я уже давно не уделяла время. Ну и что? Книги, книги. Сын принес вчера книги. Все планирую почитать. Стивен Кинг. Фильмы мы все смотрели, но читать его тоже интересно. Это «Кладбище домашних животных». Вот, он уже все прочитал. А я только начинаю. Возьму ее на работу, буду на работе читать. И Стивен Кинг. «Волки калили». Это я не знаю. Про что? Потому что серия «Король на все времена». Из цикла «Темная башня». Если честно, я как-то не та самая. Вот. Как-то не видела ничего из этой серии. Или не обращала внимания. Ну, в общем, раз книги принесли мне, потому что их прочитали, то начну читать я. «Король на все времена». Все как-то, знаете, электронные книги или фильмы смотришь. А вот до печатных книг как-то руки не доходят периодически. Вот решила это исправить, потому что вчера дети были у нас в гостях. И книги принес на хранение, потому что сам прочитал. Вот. Я обычно читаю потом. «Король на все времена». Ну, вот, в принципе, у меня все на этом. Всем всего хорошего. До свидания. Будьте здоровы. Берегите себя и своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!